Занимаем позицию. Готово. Сентел Филмс представляет. Держим ровно. Отлично, сэр. Следи за ветром. Сейчас немного потрясёт. Юма, штат Аризона, полигон военных тестов. Пролетаем над квадратом 451, девятый вектор, приём. Теперь аккуратно сближаемся. Юма, командный центр. Выстраивайтесь. Переход в режим прицеливания. Приём. Координаты зафиксированы. Ладно. Готовы открывать огонь. Выпускаем ракеты через пять, четыре, три, два. Какого чёрта? Что происходит, чёрт побери? Это ты виноват? Меня выбросило. Какого чёрта происходит? Я не могу вернуть. Где дроны? Майор, я... Найти их! У нас большие проблемы. Началось. Майор, мы обнаружили дронов. Где они? Пять, четыре, три, два, один. Сэр, ракеты движутся в нашу сторону. Сэр, ракеты движутся в нашу сторону. В результате внезапной ракетной атаки на Сан-Франциско. Два военных беспилотника сменили курс во время военных учений. Штормагеддон. Продолжение следует... Жди здесь. Агент Коэн Смит, вас не так просто разыскать. И вот я здесь, не так ли? Да уж. Интересное место для встречи. Назовем это неформальной встречей. Я хотел бы тщательно разобраться в сегодняшней истории. Не хотите рассказать, что произошло? Я не знаю. Это было обычное испытание. Обычное испытание чего? Нашей полной некомпетентности? Координаты были дважды сверены. Капитан отвечает за правильные его данные. Я лично их перепроверил. То, что случилось, не должно было произойти. А сами как думаете? Это ошибка или кибератака? Я не знаю. Ну что, скучаете по всему этому? Почему этому? По футбольному полю, по игре. Не совсем понял. Да. Как и я. В вашем досье написано, что вы приходили сюда играть. Но когда мы подняли записи, о вас в них нет ни слова. Ни одного. Я думал, мы должны были привезти его с собой. Приказ только что изменился. Как правило. Девушки отдыхают Сколько раненых? Лучше им не пытаться скрыть факты. Да, хорошо, я вам перезвоню, как доберусь до рабочего места. Ты ведь любишь ходить на пляж, так? Нет, разговор окончен. Это случай, каждый год тысячи одиночек знакомятся онлайн. Вообще-то шанс познакомиться в сети 265 тысяч к одному. О, разбираешься в статистике? Можно это отметить? Это привлечет внимание. Тебя вообще не заботит то, что происходит. На наших военных провели кибератаку, а правительство пытается это скрыть. Это для твоего отдела. Мой занимается макияжем, расставаниями и съемками за кадром. Я не хочу знакомиться в сети. Я предпочитаю включать компьютер только по работе. Я ненавижу технологии. Ты ведь знаешь это. Хорошо? Конец дискуссии. Чешер 6, Портленд, Орегон. Боже мой, это что, подарок у тебя из тайной поклонника, и ты мне ничего не рассказала? Ты что? Нет, это мой детский адрес. Мы переехали оттуда 20 лет назад. Серьезно? Может, кто-то нашел что-то на чердаке и решил прислать? Спустя 20 лет? Я и пахлищие истории знаю. Хэнк! Ты видел, когда пришла посылка? Нет. Хочешь, чтобы я отнес ее на проверку охране? Нет, что ты. Спасибо. Мне как-то не по себе. Открывай! Вижу украшения. И какая-то кассета. Ты в порядке? У нас есть видеомагнитофон? Я кассет в руках не держал лет 15. Я в одном фильме такое видел. Мы все умрем через 7 дней. Молли, привет. Я знаю, что никогда не отличался чувством такта и не умел выражать эмоций. Я уверен, ты сейчас очень взволнована, поэтому постараюсь говорить коротко и ясно. Потому что весь мир, сама знаешь, миллионы людей сейчас находятся в смертельной опасности. И ты сейчас смотришь эту запись, потому что мне не удалось предотвратить это. Я знаю, милая, знаю, что звучу сейчас как сумасшедший, но начинают происходить вещи, не подвластные никому. Ты должна найти мужчину по имени Томас Келса, его настоящее имя Адам. Если назовешь его по этому имени, он будет знать, что может тебе доверять. Молли, ты нужна мне. Девочка моя, весь мир в тебе нуждается. Время на исходе. Так, это, наверное, чья-то шутка, и она очень неудачная. Твой отец ведь погиб лет 20 назад. Да, но... Родители подарили этот кулон, когда мне было 8. Это мой зодиакальный камень. Я думала, что потеряла его. Так что, если это шутка, то она чертовски тонкая. Можешь сделать копию кассеты? Конечно, Молли. Это займет какое-то время, но я могу оцифровать ее и загрузить на сервер. Отлично. Нужно отправить ее в ФБР как можно скорее. Конечно. Поможешь мне найти этого Адама? То есть Томаса Келса? Да, точно. Я сейчас не очень хорошо соображаю. Я нашла 15 Томасов Келса в Лос-Анджелесе. Здорово, Келса. Почему ты не пользуешься погрузчиком, как все? Так легче. Если твоя лошадь тяговая. Нужно, чтобы ваш Джон Хэнкок подъехал. Что смотришь? С луны свалился? Мы сами себя начали бомбить. Ты правда об этом ничего не слышал? Нет. Да, это Билли. Да. Келсо, это тебя. Ответь по телефону на той стене. Это первый случай, когда неисправность военного беспилотника стала причиной гибели гражданских лиц на американской территории. Президент очень серьезно обеспокоен данным инцидентом. Слушаю. Здравствуйте, я говорю с Томасом Келсом. Да, я вас слушаю. Я не уверена, что вы тот, кто мне нужен. Кто это? Вообще-то, я ищу парня по имени Адам. Ничем не могу помочь. Простите, я не... Кто это? Это не телефонный разговор. Меня зовут Молли. Молли Вэддинг. Простите, вы ошиблись номером. Что? Ладно, это было странно. Он был последний. Странный этот Лос-Анджелес, детка. Билли, а мне еще кто-нибудь звонил сегодня? Нет. Тебе что, перепало наследство от дальней тетушки? Власти полагают, что человек на снимке, Кайен Смит, может быть ответственным за бомбардировку. В данный момент он задержан сотрудниками ФБР. Сейчас все силы сосредоточены на спасательных операциях для помощи пострадавшим. Ты подпись не оставил? Келсо! Городу потребуется вся помощь, которую можно получить. Несмотря на крайнюю занятость персонала аварийных служб... Вдруг это он? Бери трубку. Ау! Что это? Национальная лаборатория Сорбан. Место положения засекречено. Я начала сбор данных из облака сервера прошлой ночи, но не обнаружила там никаких поломок. Может, сама программа не работает? Программа должна быть в норме. Мы проводили бета-тестирование около года. Если в ближайшее время не приведем сервер в норму, нам всем крышка. бараби. Ааа! Запустить штормогеддон. Девушки отдыхают. Ноутбуками не в состоянии обрушить самые надёжные компьютеры в мире и начать войну против нас. Всё выглядит именно так, но есть вероятность, что дела обстоят ещё хуже. Ещё хуже? В течение последних пяти часов три атомных подводных лодки вышли из-под контроля, и несколько военных спутников висят онлайн, но не отвечают. Но каждая команда исходит от нас, каждый канал проверен и правилен. Никто не в состоянии передавать эти приказы, даже я не имею доступа. Я могу вам объяснить, но ответ вам не понравится. Хватит болтовни. Вы помните, что с помощью этих спутников можно сделать так, что произошедшее сегодня в Юме будет выглядеть карнавальным фейерверком? Неважно, кто в этом виноват. Эшелон был скомпрометирован. Мой вам совет, сэр. Находитесь в автономном режиме, пока ещё не слишком поздно. Хотя, может быть, уже и поздно. Я только что получил известие, что наши агенты занимаются поимкой одного из беглецов. Тогда они, скорее всего, мертвы, сэр. Я насчитал 25 тел, сэр. Это всё, кроме девушки. Какой кошмар. Наконец-то. Вот она, наша цель. Гейтс. Сэр, мы наблюдаем за целью. Она входит в здание. Вероятнее всего, она вооружена и опасна, так что действуйте осторожно. Понял, сэр. Я выезжаю к вам. Привет, как дела? Хорошо. Я тебя не наврежу. Меня зовут не Томас Келса, а Адам. Моё имя знает только твой отец. Сейчас нет времени объяснять. Сюда направляется мужчина. Тебя ищут. Тебя убьют за то, что тебе известно. Кивни, если поняла. Давай. Поддержка с воздуха на месте, сэр. Занимаем позицию. Приём, мы на месте. Подозреваемая не одна. Требуется подкрепление. Идём. Нужно уходить. Скорее. Сюда. У нас тут какое-то погодное явление. Оно движется к нам. Вперёд. Скорее. В укрытие. Быстро. Нужно выбираться из здания. Боже мой, что происходит? Мне нужны люди. Всех сюда. Матерь Божья. Найдите укрытие. Давай, идём. Скорее. Беги, беги. Здание рушится. Все на выход. Срочная эвакуация. Пригнись. Нужно уходить. Что происходит? Не задавай вопросов. Уходим. Вперёд! Что это? Поверь, нам надо уходить. По вашей рекомендации, был принят протокол 92-45. Президент перемещён в безопасное место, все коммуникации проходят через зашифрованные линии. Теперь он меня услышал. Добро пожаловать в тёмные времена, господа. Что с Вашингтоном? Они будут принимать эшелон? Нет, слишком много наших войск из урбежных партнёров будут поставлены под угрозу. Они хотят больше доказательств. Есть правительство США, быстрые действия, медленная реакция. Вы уже обнаружили, кто взломал спутник? Над этим сейчас работают наши люди, сэр. Желаю удачи. Какие новости о беглецах? Это Кайн Смит. Его застрелил прошлой ночью один из наших агентов. Тело у вас? Нет, сэр. Значит, его подстрелили. Они застрелили. Сэр, а это? Молли Веддинг. Дочь Чарли Веддинга. Это ведь он создал эшелон? Как иронично. Она, главное, подозреваемая. Думаете? Томас Келсон. А это кто? Это его ненастоящее имя. У него было более 20 псевдонимов за последние 20 лет. О нём ничего не известно. Вам нужно на это взглянуть. Оказывается, Кайн всё ещё жив. Есть кадры с камеры видеонаблюдения. Как я и сказал, подстрелен, а не застрелен. Кто из наших работает на месте? Агенты Гейтс и Треворс. Проведите им инструктаж, если они ещё живы. Что случилось со зданием? Объясни, что происходит. Успокойся. Мне нужно узнать, как ты нашла меня. Я получила посылку. Там была кассета. На ней был снят отец. Он сказал, чтобы я нашла тебя. Я не знаю, как он сказал, что ты знаешь, что происходит. Он сказал, что мир под угрозой. И до последних двух минут я в это не верила. Где кассета? Она при тебе? Она осталась в офисе. Нельзя возвращаться туда. Стой, нет. Подожди, стой. Её оцифровали. Мне нужен любой компьютер. Я покажу тебе. Теперь всё не так просто. Садись. Пристыгнись. Мы использовали свой код и загрузили вирус «Хамелеон», чтобы попытаться перебить системные платы на спутниках. И? Не помогло. Нет доступа. Словно наши действия опережают на шаг. Новое сообщение. Спутники готовятся снова открыть огонь. Что будем делать? Субтитры создавал DimaTorzok Поступила информация о предстоящем стратегическом запуске ракет. Вы уверены? Канал связи достоверный. Поднимитесь до 30 метров. Угол 10 градусов. Текелаж в бесшумный режим. Поняла. 10 градусов вверх. Текелаж в бесшумный режим. Свяжитесь с командованием. Я хочу знать, что происходит. Подлодка к командованию. Подлодка к командованию. Выходи. Куда мы идем? Иди за мной. Живее, давай. Ладно, только скажи, куда мы идем. Закрой дверь. Что это? Мой маленький секрет. У тебя их много, я уже поняла. Благодаря им я жив. Мы знали, что работаем над очень опасным проектом. Ты работал с моим отцом? Тебе сколько лет было? 13? Вундеркин, что ли? Типа того. Мой отец был программистом. Что опасного он мог сделать? Ядерная бомба по сравнению с этим жалкий фейерверк. Ладно, я отстала. И как все это может быть связано со мной? Они считают, что ты за всем стоишь. Что? Они убили твоего отца. Нет, мой папа погиб в автокатастрофе. Или она была не случайной? Твой отец собрался закрыть проект. Но его тогдашний партнер, Брайан МакТик, всех продал. Всех продал? А ты при чем? Я был призраком в этой машине. Никто не знал о моем участии. Твой отец специально держал это в секрете. В проекте участвовало шесть человек. В течение одного года четверо погибли. Когда очередь дошла до твоего отца, я знал, что буду следующим. И что это за опасный проект? Эшелон. Компьютерная программа? Эшелон гораздо больше, чем программа. Поэтому твоего отца и застрелили. Он знал, что однажды она разовьется и станет живой. Этот день настал. Чем больше она узнает, тем яростнее будет вести войну против самой большой угрозы. Против людей. Подожди секунду. Нет, ясно? Нет, нет, нет. Я пойду в полицию. Пройду тест на детекторе лжи. Молли, они пытаются тебя убить. Тебе никто не поверит. Нам нужно понять, что пытался сказать тебе твой отец. Теперь войди в систему. Сейчас же. Хорошо. Итак. Заходи через Прокси. Действуй быстро. Они засекут наше местоположение. Поняла. Я постараюсь быстрее. Хорошо. Капитан, система подает сигнал о недостатке кислорода в кабине. Невозможно. Проверь систему на всех отсеках. Всем станциям немедленно сообщить о всех системах. Повторяю. Всем станциям немедленно сообщить о системах. Пошлите кого-нибудь вниз. Бетс, спустись вниз. Проверь системы. Да что творится на моей подлодке? Сэр, баллоны с резервным кислородом взорвались. Тревога один. Тревога один. Проверить системы. Системы не отвечают. Эвакуировать состав. Эвакуировать состав. Эвакуация. Эвакуация. Родина. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров Н.Александр Ты должна найти мужчину по имени Томас Келлса. Его настоящее имя Адам. Если назовешь его по этому имени, он будет знать, что тебе можно доверять. Ничего не понимаю. Что мы делаем? Что нужно искать? Зацепки. У нас есть две минуты. Должно быть что-то. Мы просто не видим. Здесь нет случайных предметов. Так работал твой отец. Почему ты так уверен? Потому что я его знал. Хотя бы один из нас. Дело не в том, что он говорит. Нужно искать другое. Подожди. Вот, на стене. У него за спиной. Что это за язык? Немецкий. Все в мире отравлено. Все содержит яд, и только дозировка определяет смертность. Хорошо. И что это? Какая-то загадка? Нет, вряд ли. Это Парацельс. Ученый 15 века. Герой твоего отца. Как это нам поможет? Вот, диплом. И? Университет Оукдейла. Библиотека. Вот что он нам говорит. Так. Все это ты понял из видео? Нам пора. Вперед, скорее. Да иду, иду. Бегом. Бегом. Быстрее, беги. По лестнице. Не останавливайся. От кого мы убегаем? Нет времени объяснять. Просто беги. Что это за шум? Механические жуки. Ненавижу жуков. Это не насекомые, а роботы. Круто еще лучше. Боже мой. Беги. Что мы делаем? Сюда. Что ты задумал? Держи. Зачем? Распыли на дверь. Зачем это делать? Это их отвлечет. Они за дверью. Что нам делать? Распыляй. Продолжай. Ладно. Не помогает. Попробуй еще раз. Кончился. Не работает. Сделай что-нибудь. Закрой глаза. Нужно уходить. За мной. Быстро, быстро. Вверх. Нужно выбираться отсюда. Этим и занимаемся. Через крышу? Обратно нельзя. Адам. Каин. Мы ведь не враги, Адам. Эшелон во главе всего, как и должно быть. Ты должен выбрать правильную сторону. Убивать невинных людей? У тебя странные понятия о правильности. Зависит от значения слова «невинные». Ты цела? Да. Молли, хватай сумку и беги. Ты так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе не победить. Мы везде. Все под нашим контролем. Я не под вашим контролем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все кончено. Миллионы должны умереть. Вы все разрушите? Только то, что должно быть разрушено. Настал судный день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай же! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже мой, Адам, ты цел? Поехали, скорее. Ладно, ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали отсюда. Хорошо. Боже мой! Так, что ты такой? Что за фигня? Успокойся, послушай меня. Нет, нет, нет! Он убьет тебя! Нет! Нет! Слушай, мне надоело задавать вопросы. Мне нужны ответы. Правда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я прошу тебя. Зачем нас вызвали? Мы были близки. Близки к смерти. О чем вы говорите? Кто вы такой? Меня зовут Мактик. Правила игры изменились, господа. Можно не беспокоиться о Кайне Смите. Я о нем позаботился. Это вряд ли. Я думал, что программа была прекращена, но нет. Человеческие гибриды, господа. Отчасти плоти кости, отчасти машины. К сожалению, есть подозрение, что Эшелон принял их. Хотите сказать, те, кто взломал Эшелон? Нет, я имею в виду Эшелон. Мы полагаем, что помимо выведения из строя военных сил США, они использовали их в качестве своих рук и ног. Их невозможно уничтожить. Было создано оружие, способное остановить их, но его украли из лаборатории. Однако есть альтернативные средства, господа. Альтернативные средства? Что это за дерьмо? Самое серьёзное дерьмо, с которым сталкивалась эта страна. Значит, вы открываете ящик Пандоры, а мы должны потом устранять за вами последствия. Агент Гейтс, прогрессу всегда сопутствует два шага назад. Но как бы то ни было, прогресс невозможно остановить. Как мило. Там всё разваливается на части, а вы мне тут мотивационные цитатки приводите. Что насчёт третьего? Адама. Мы не уверены, но считаем, что Вэдинг создал Адама. Это первый прототип. Что я думаю? Томас Келса. Это и есть Адам. Если это Адам, мы знаем, что он Каин. Тогда где Ави? Их местонахождение в данный момент неточное. Найти их и есть наша задача. Сэр, спутники готовятся к запуску. Постарайтесь достать Адама живым. Он может нам пригодиться. Поехали. Свяжите меня с президентом. Сэр. Сэр. Пакум подлодки Гейнсвель. Приём, Гейнсвель. Повторяю. Пакум подлодки Гейнсвель. Получается, компьютер сам всё это делает. Не компьютер, а программа. Никаких ограничений, никаких границ, никаких преград. Нам не справиться в одиночку. Нам нужно пойти в правительство. Это ведь наше правительство. Нам не поверят. И рано или поздно поймут, что я такое. Мы не можем так рисковать. Но они могут остановить программу. Всё вышло из-под контроля. Нет никакого известного мне способа всё прекратить. Тогда что нам делать? Я сказал известного. Остаётся молиться, чтобы отец позаботился о таком исходе. 16 лет назад. Он создал эту программу. Надеюсь, он знал, как её остановить. Белый дом. Это очень плохо. Что-то контролирует погоду. Быть не может. Говорю тебе, это высокотехнологичный тайный военный материал, который используют против нас. Лазеры, нано-боты. На каждые три спутника, которые мы посылаем в космос, мы знаем о деятельности только одного. Ультронизкие частоты лучей. Всё это есть. Это не выдумки. Странные вещи происходят, чувак. Очень странные. Сюда. После Хиросимы стало понятно, что ядерное оружие может уничтожить планету. Что оружием следующего поколения станет информация, компьютеры. Он хотел убедиться, что мы будем готовы к сопротивлению новым методам ведения боя. С чего ты взял, что мы на правильном пути? Бессмыслица какая-то. Нет. Он оставил слишком много зацепок. Твой отец не стал бы просто так этого делать. Меня бесит, что ты знал моего отца лучше, чем я. Ты шутишь? Он постоянно говорил о тебе. Ты его дочь, свет всей его жизни. Рада, что ты в курсе. Но было бы здорово мне самой это услышать. Твой отец был очень интересным человеком. Мы приходили сюда. Он выносил старый деревянный стул, который потом подарил этому университету. Вот оно. Стул. Идем. Да. Он должен быть где-то в библиотеке. Он рассказывал, что Томас Эдисон вставал на него, когда менял лампочку в своей лаборатории. Никто ему не верил, но таков был твой отец. Стул из рабочего кабинета Томаса Эдисона. Это он? Это он? Ищи подсказки. Они должны быть где-то здесь. Кажется, я что-то нашла. Молли в ее день рождения, папа. Из могилы продолжает дарить подарки. Прошу прощения, извините. Не трогайте руками, это антиквариат. Вы его сломали? Нет. Вы студент или читатель? Нет. Не уверен, что вам можно здесь находиться. Вам лучше уйти, пока я не позвал охрану. Снаружи происходят очень страшные вещи. Нам нужно узнать, что на этом диске. Нет, нет, подождите. Послушайте, мы знаем, что происходит, но нам нужно это узнать. У вас есть что-нибудь, что сможет его воспроизвести? Нет. Пожалуйста. Вся устаревшая техника была пожертвована в библиотеке или выброшена? Я думала, это и есть библиотека. Нет, и о старой библиотеке. Веди нас. Ладно, конечно. Он ведь меня не застрелит, да? Нет. Может быть, нет. Ладненько. Мы спешим. Следуйте за мной. Это здесь. Диск вмещает около 100 килобайт информации. Этого едва хватит для списка покупок. Что на нем такого важного, что нужно угрожать пистолетом? Вы, кажется, мне знакомы. Вы здесь бывали? Нет. Куда это отправляют? Не могу сказать точно. Недавно мы получили распоряжение передать все в несколько мест, но большинство отправится в старый офис Вейдинга. В Чарльза? Да. Это вообще-то его старый архив. Что-то отправили в музей. Давай. Я знаю, это очень старая техника. Я стараюсь как можно быстрее. Выглядит очень важно, ребята. Это не то. Может, вы не хотите мир во всем мире? Ладно, я просто шучу. Должно быть что-то еще. Нет, по крайней мере, на этом диске. К чему такая важность? За нами охотятся. Что? Распечатай его. Ладно, сейчас. Из-за шторма библиотека закрывается через 15 минут. Могу я вам помочь? Простите, вы не встречали этих людей? Да, они были здесь несколько минут назад. Куда они пошли? Кажется, они вышли вон в ту дверь. Благодарю вас. Это просто телефон, прошу, не стреляйте. Кто-то преследует вас? Майлз, какой-то странный мужик спрашивал о тех ребятах. Ты там в порядке? Это Каэн. Молли? Надо уходить. Да. Нам пора. Это коробка. Куда ее отправят? В какую-то хижину? В нескольких километрах на север. Адрес написан на коробке. Да, спасибо большое. Черт, что это было? Оставайся здесь. Тихо. Ладно. Ладно. Адам? Адам? Что это было? Я не знаю, но я стала привыкать к такому. Я не знаю, но я не знаю. Круто. Надеюсь, он в порядке. В укрытие? Осторожно! Я не хочу говорить, что был прав, но это... Боже, как круто. Да. Боже, храни Америку. Молли! Адам, присоединяйся к нам, и ты выживешь. Выберешь их, и умрешь. Он выбирает нас. Матерь Божья. Ты можешь спрыгнуть со здания, умеешь смотреть сквозь стены, умеешь летать, еще... Во-первых, меня скинули со здания, а во-вторых, я не вижу сквозь стены, и я не супергерой. Но летать и правда хотела. Верно, верно. Я не... Ты просто... Так похож на человека. Так и было задумано. Меня так запрограммировали. Я просто не понимаю, как такое возможно. Ты знаешь, где эта хижина? Да. Конечно же, ты знаешь. Ты уверен, что все это имеет смысл? Уверен. Просто нужно его найти. Что мы будем с этим делать? Соберем в мешок и повезем к командованию. Куда они ушли? Я не знаю. Ты уверен, что они не упоминали, куда собираются? Нет, они просто сбежали. Что они искали? Место, чтобы спрятаться. Дискету. На ней была важная информация, они ее искали. Они были одержимы своим поиском, тут повсюду улетали лазеры. Я ничего круче этого в жизни не видел. Просто невероятно. Я даже на телефон снял. С ума можно сойти. Хотите посмотреть? Конечно. Вы знаете, я мог получить за это все, что угодно, но, понимаете, такая информация. За нее бы дали все, что угодно. Это еще зачем? Мне кажется, ты забываешь, что нам не нужны свидетели, агент Треверс. К сожалению, он понес сопутствующие издяшки. Мы преследуем роботов или становимся ими? Будь осторожен. Там осталось двое беглецов, которые угрожают национальной безопасности. Имеешь в виду лидера Всемирной сети террористов-хакеров, которому нужна помощь с диском? Это беглецы? Повторяю. Будь осторожен. Зачистить тут все и уходим. Нет, 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 нет. 2500 Сигент-станций по всему миру. Наземные платформы АВАК, подлодки, мобильные единицы. На этом держатся силы компании «Эшелон». Мы не можем закрыть их все разом. Тем не менее, 300 из них базируются на территории США. Да, 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 да. Большая часть информации международной разведки идет через нашу Сигент-станцию в... Мариленде. Вот именно, спасибо. Если бы мы могли на самом деле прервать поток коммуникации к «Эшелону», мы могли бы контролировать его и нанести этим сокрушительный удар. Так мы вернемся в темные века. Я думаю, я думаю... Если мы сможем сделать это, мы можем фактически мгновенно взять под контроль спутники и рассеять буря. Когда ожидается оползень? Примерно через 18 часов. Есть какие-нибудь новости от Реверса и Гейтса? Разве это все не вышло далеко за пределы погони за двумя беглецами, сэр? У нас есть компьютерная программа, которая пошла войной на нас, и дочь человека, который создал программу в качестве приманки. Нам нужно знать две вещи, агент. Что она знает и почему она убегает от нас. Шансы на успех малы, как никогда. И если мы не сможем остановить «Эшелон», тогда мы должны знать, что она знает, и ответы на эти вопросы. Чего она может хотеть? Мести! Для чего? Ей известно, что американское правительство убило ее отца. Получена новая цель. КОНЕЦ Мне кажется, я знаю это место. Как будто ты была здесь раньше. Думаю, да. Я всегда думала, что это место – только мечта. Вроде место, куда ты хочешь поехать с отцом, но он никогда не берет тебя с собой. Но он привозил тебя сюда. Да. Хорошо, здесь должно что-то быть. Эти звездные карты должны что-то значить. Иначе зачем бы он положил их сюда? Знаешь, мы сидели часами и смотрели на звезды. Он показывал мне созвездие Дева. Это знак, под которым я родилась. Самая яркая звезда Спика. Кажется, что она одна, но… Но это не так. Спика – это система из двух звезд. Да, конечно, ты знаешь это. Как он бы сказал, выглядит как одна, на самом деле две. И даже если кажется, что я далеко, на самом деле я рядом. Хорошие воспоминания. Да, но его нет. Эти красные пометки должны что-то значить. Дай-ка мне книгу. Молли в ее день рождения – это ключ. Он никогда не дарил мне ее на день рождения. Он пытается сказать мне что-то сейчас. Дева, моя звезда, это ключ. Это основа криптограммы. Ты поняла это? Мы совмещаем Центр Пацифика со знаком твоего рождения, Девой. Теперь каждый знак связан с номером. Водолей – 11. Скорпион – 8. Лев – рак. Телец – 2, 3, 5. Это десятизначный номер. Вероятнее всего, 10 цифр – это телефонный номер. Простая криптограмма вроде этой должна быть организована слева направо и сверху вниз. Получается бесплатный номер. Как тебе удалось сохранить телефон в рабочем состоянии так долго? Помни, как только твой голос прозвучал, начинается отсчет. Я знаю, знаю. Корпорация Байном, меня зовут Маргарет. Привет, Маргарет. Да, мне просто было интересно. Если что вам мне сказать, сегодня распродажа на антипригарной кастрюле. Вы видели рекламу? Извините, кто это? Кухня Байном. Я могла задать больше вопросов. Больше нечего спрашивать. Что-то не так. Ладно, ладно, этого не может быть. Там есть... Мой отец нас ведет к чему-то. Он прячется. Он прячется, как ты. Он жив. Я уверена, он жив. Нет. Он пытается нам что-то сказать. Нет, мы должны посмотреть на эти цифры. Мы должны что-то придумать. Миллионы людей могут погибнуть. Не надо. А если это звонит он? У него сообщение или еще что-то? Это не он. Теперь они знают, где мы. Молли, еще один вариант десятизначного номера – это географические координаты. Кэлса, Веддинг, выходите. Пригнись. Роза? Кто это? Я не знаю. Кэлса, Веддинг, мы знаем, что вы там. Выходите сейчас же. Что это? Засунь в уши. Давайте по-хорошему. Сейчас будет громко. Не усугубляйте свое положение еще сильнее. Мы входим. Заткни уши. Приготовиться открыть огонь. Гейтс! Мы должны доставить их живыми. Три. Два. Гейтс! Один. Молли, Молли, Молли! Молли! Все хорошо? Пошли. Пора уходить. Стоп! Подожди. Вы не понимаете. Мы пытаемся остановить это. Нет! Не стреляйте. Этот шторм вызовет оползень через считанные часы. Миллионы погибнут. И это только начало. Вы можете это остановить? Мы можем попытаться. Что вам нужно? Вертолет. Спокойно. Медленно. Доставьте нас по этим координатам. Медленно. ПОДСТАВКА Мадам, только что это получили. Сэр, мы получили сигнал местонахождения беглецов. Где? Они на пути к заброшенной нефтяной вышке. 34.185 широты, 55.08 долготы. Сэр, вы куда? Найдите мне транспорт. Дайте ему вертолет. Доставь меня по этим координатам. Спасибо, Брайан. Они направляются прямо в шторм. Почему на этой платформе есть еще огни? Похоже, она заброшена уже многие годы. Эта платформа должна иметь свой собственный источник энергии. Она скрыта от эшелона, как Вэддинг этого хотел. Он этого хотел? На случай, если что-то такое случится. Здесь прямая связь с главным компьютером. Подводный интернет-кабель, соединяющий Запад и Японию. Где-то здесь должен быть пункт управления. Давайте разделимся. Найдите его. Я пойду туда. Не отключайте рацию. Продолжение следует... Это голос? Моего отца. Отец! Отец! Кого ты призван защищать? Человечество. Молли? Кто вы? Брайан Мактик. Молли. Помнишь, когда ты была маленькой девочкой, мы с твоим отцом говорили о тебе? Видишь? О, Боже! Что с вами случилось? Может быть, я скоро увижу его. Тогда я смогу попросить у него прощения. Как вы узнали об этом месте? Адам создан твоим отцом. У него было столько идей. Он всегда мечтал об энергетической базе, не связанной с сетью. И мы даже выбрали эту. Что случилось с вами? Мы здесь не одни. А, Вилли. Вы должны остановить его, пока он не убил всех нас. Агент Треверс? Агент Треверс, ответьте. Молли, останься здесь. Что? Нет, постой. Агент Треверс? Треверс? Да, прием. Я здесь, на верхнем уровне. Где вы, ребята? Мы нашли пункт управления, но мы не одни здесь. Будь осторожен. Хорошо. Прием. Что ты ищешь? Нужно остановить кровь. Нет, Молли. У нас нет времени. Ты должна послушать меня. Мы создали проект Эшелон, чтобы защитить нас, чтобы быть на шаг впереди наших врагов. Но твой отец сказал, что это может уничтожить нас. Я не послушал его. Поэтому они убили его. Что? Я никогда не прощу себе этого. Но твой отец, он был умнее меня. Слава Богу, он оставил нам Адама. Только он может остановить это. Панель доступа в его черепе. И это кресло, это кресло соединено с сетью главного компьютера. И тогда, и только тогда он может победить. Эшелон. Раз и навсегда. Что произойдет с Адамом? Ты должна убить его. Мне жаль. Нет, 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 нет. Я не могу этого сделать. Это единственный путь победить Эшелон. Твой отец знал это, поэтому он создал Адама. Должен быть другой способ. Это единственный способ. Я не могу этого сделать. Твой отец спрятал его, Моли, потому что он не человек. Не человек. Он более человечен, чем вы можете представить себе. Он программа, помещенная внутрь плоти, костей и проводов. Его единственная задача спасти всех нас. Как тебя зовут? Меня зовут Адам. Какова твоя цель, Адам? Защищать. Авель! Где ты? Я здесь, Адам. Стреляй! Прикончи его! Чего ты ждешь, Адам? Пристрели меня, Адам. Наш брат был прав насчет тебя. Ты правда веришь, что ты стал человеком? Ты не понимаешь логики нашего существования. Вместо того, чтобы пожертвовать одним человеком и спасти миллионы, ты бездействуешь. Я не понимаю. Ты не запрограммирован понимать. Ты запрограммирован только убивать. Возможно, это даже лучше. Нет! Триверс! Держись! Держись! Субтитры делал DimaTorzok Люди бесполезны. Они создали тебя. Они создали нас, Адам. Но сейчас мы знаем, что в них мало хорошего. Они создали нас, чтобы мы преуспели там, где они проиграли. Это наша миссия. Это не моя миссия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди не были. Они были хорошими пастырями для этой планеты. На самом деле, они были не более чем вирусом. И как любой вирус, они должны быть уничтожены. Мы победили, Адам. Все кончено. Мы эволюция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Адам! 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 Вставай. Адам, вставай. Давай, Адам. Молли. 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 Нет. Нет! Стой! Нет! 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 Извини. Это естественное положение вещей. Нет! В тебе нет ничего естественного! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет! Идем! У нас заканчивается время. Нам нужно срочно попасть на контрольный пункт. Т-минус четыре часа и подсчитать. Нам нужен контроль над спутниками. Должно быть еще что-то, что мы не делали. Мы перепробовали все. У нас заканчивается время. Выясняйте! Давайте! Выясняйте! Что еще можно сделать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он все тебе сказал? Да. Что он тебе сказал? Он сказал загрузить главный жесткий диск и присоединить тебя к сети. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты должен инициализировать систему. Все готово. Тебе нужно просто нажать «Энтер». Ты ведь знаешь, что с тобой случится, да? Да. Спасибо, Молли. Я не могу этого сделать. Ты должна. Хорошо. Сейчас, сделай это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи! Все рушится! Давай, Молли. Сделай это. Все хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Вся система отключена. Боже мой. Само уничтожение запущено. Адам! Спутники снова под контролем. Отмените команду, давайте. Петя. Так-то лучше. Это доктор Чарльз Вединг. Сегодня 23 ноября 1998 года, примерно 5.20 вечера. Это финальная инициирующая фазу проекта Адам. Это очень волнующе. Давайте начнем. Как тебя зовут? Меня зовут Адам. Какова твоя цель, Адам? Защищать. Кого ты призван защищать? Человечество. Хорошо. Кто это, Адам? Это Молли. И кто такая Молли? Молли, моя сестра. Хорошо. Очень хорошо. Это береговая охрана США. Мы получили сигнал СОС и готовимся к посадке. Это береговая охрана США. Мы получили сигнал СОС и готовимся к посадке. Это береговая охрана США. Мы получили сигнал СОС и готовимся к посадке. То, что в наших силах сделать, можно так же и не делать. Аристотель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова